Так, теперь что делаем? Это я поставила, чтобы центр был виден у меня. Значит, это у нас, у меня, по крайней мере, перед. Здесь у меня задняя часть. И теперь находим центр. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, вот здесь, между столбиками, вот здесь вверху, я должна прикрепить кольцо с одной стороны и с другой. Можете иголкой с ниткой, можете крючком, как вам удобно. Так, ну давайте я вам покажу, как я буду пришивать кольца. Кстати, желательно кольца не пластмассовые, а металлические. Ну, у меня что было под рукой, то я и взяла. Так, делаем петлю. Вот эти хвосты оставьте подлиннее, чтобы потом можно было завязать. Вот у меня центр. Середина, как раз. А я захожу. На одну петлю правее. И вытягиваем. Кольцо. Хвосты укладываем. И провязываем. Так, теперь опять в это же отверстие вводим крючок. Вытащили. И провязали. Теперь заходим в следующее отверстие. Вытащили. И провязали. И провязали. Еще раз сюда же. И провязали. И в третье отверстие. Ну, у меня получается, что вот три отверстия по центру. Так, провязываем раз. И еще раз. Для надежности. Для надежности. По два раза. Вот. И таким образом будет зафиксировано кольцо. Вот у меня с одной стороны. И вот с другой. Так, теперь эти нитки отрезаем. И выводим эти нитки на обратную сторону. И дальше завязываем ткацким углом. Все. И колечко у нас хорошо зафиксировано. Теперь я буду вязать ремешок. Тоже из колец. Но не из этих. Это будут очень большие. У меня есть маркеры. Я заказывал на Алиэкспресс. Вот здесь 12 миллиметров. Это для спиц маркеры. 14 миллиметров. Побольше. А есть 10 миллиметров. Маленькие. Значит, я выбрала вот 12 миллиметровые. Что я делаю? Можно взять обвязать одно колечко. А можно, чтобы поплотнее было два сложить. И крючком обвязать. Сделать ремешок. Ну и теперь с вами будем обвязывать кольцо. Значит, петлю сделали на крючке. Вывязываем столбик без накида. Этот хвост укладываем по кольцу. И делаем одну воздушную. опять столбик без накида. Второй воздушная. Третий воздушная. Четвертый. Четвертый. воздушная. Воздушная. Пятый. Воздушная. И так вяжем ровно половину столбиков, которые у вас вошли в кольцо. Вот я провязала одиннадцатый столбик. Воздушная петля. Вяжу двенадцатый. Двенадцать. Но воздушку не делаю. Беру другое колечко. Так. Столбик. Провязываем. Подтягиваем. А здесь воздушку делаем. Один. Два. Три. И воздушка. Четыре. Воздушка. Пять. Воздушком. Почему я делаю воздушные петли? Смотрите, здесь обвязка совсем по-другому смотрится. Чем бы мы обвязали просто столбиками без накида. Поэтому вы посмотрите. Может быть, вам не понравится то, что они будут загибаться. Может быть, вы захотите обвязать просто столбиками без накида. Вот так. вот, видите, совсем по-другому смотрится, нежели это колечко. но решать вам. Ну, здесь, конечно, потуже будет, а здесь уже вот за счет воздушных петель гуляет. Выбирайте, кому как нравится. Ну, вот, связала я на необходимую длину, которая мне нужна. И теперь просто поворачиваемся и обвязываем другую половину. Вяжем такое же количество столбиков. Я решила воздушные петли не делать. Все. и обвязываем. Вот я провязала последний столбик. Теперь точно так же вот между кольцами соединяем и обвязываем следующее кольцо. Итак, обвязываем весь ремешок. Ну, вот так на данном этапе у меня получается. Вот здесь карабины с двух сторон. Я соединила два кольца. Что хочу сказать по поводу карабинов. Вот эти карабины маленькие. У них измеряется по диаметру это карабин 10-миллиметровый. На ювелирное украшение идет. 10 миллиметров. Вот этот маленький. есть у меня вот такие карабины я купила побольше и еле-еле поставила их соединила ими кольца. Эти карабины 12 миллиметров. и то они малы. Значит что вам нужно делать? Вам нужно брать кольца с собой в магазин или в магазине сразу мерить, чтобы кольца прошли в карабин. при чем кольца надо обвязать, чтобы замерить. Потому что вы можете снять, ремешок убрать или связать подлиннее, в зависимости от того, как вы будете носить. Вот можно два связать. Если вы будете носить на груди, вот у меня я на куклу повесила, вот на груди висит смартфон. Если вы будете носить в таком положении, значит вам нужно ремешок такой длины, чтобы проходил через голову. Дальше что мы делаем. Берем ленту, тесьму и перекладываем вперед. Это у нас передняя часть. И подгоняем по размеру, какой вам размер нужен. Есть очень красивые застежки. Вот делаем так. Пришиваем одну к ленте к тесьме. Вот они разъединяются. И пришиваем одну к чехлу, а вторую часть к ленте. подгоняем, чтобы можно было застегнуть. Я буду делать как? Здесь с обратной стороны я сделаю петлю. Ну вот таким образом. И за эту петлю буду вытаскивать смартфон. значит подгонять петлю нужно только в таком положении, чтобы там был смартфон или телефон. Чтобы у вас тесьма ушла внутрь. И вот теперь можно делать петлю и за нее выдергивать. Можно туда палец вставить и выдергивать смартфон или телефон. По поводу украшения. В магазинах продаются наклейки. Вот здесь клей есть и утюгом приклеивается. И вот так можно украсить. Приклеить. Вот я купила такую наклейку. Можно с одной стороны, можно с двух сторон. Но вы когда будете в магазине, примеряете, чтобы у вас наклейка влезла. Вот такие есть наклейки. Вот такую купила наклейку. И есть вот такие наклейки. Ну наклейок очень много. Там в альбомах посмотрите. Там и бантики, и звери, и кстати мужские есть наклейки. Вот можно взять две наклейки. Допустим, одна наклейка в правую сторону, обращайте внимание, другая наклейка в левую сторону. Вот как здесь у меня. Вот это вправо, это влево. вот можно так одну наклейку на одну сторону, а другую на другой стороне приклеить. Я хотела еще вам рассказать, где можно использовать украшения из обвязанных колец. В одном из видео я показывал, как вязать эту шляпу. И вот здесь вот вы видите, такой типа поясок. Можно что сделать? обвязать кольца и пришить. Ну, этот уже не делать поясок, а напрямую любую шляпу и вот так пришить. Будет очень интересное украшение, причем подбирайте, конечно, чтобы гармонировали цвета. Вот вязала я шляпу из рафи. Я вам показывала, как ее вязать. И можно здесь украсить кольцами. Где еще можно использовать кольца? Допустим, вы вяжете сарафан, делаете бретельки, под цвет подбираете и соединяете с изделием красивой брошкой. Такой, такой. Брушек этих много на Алиэкспрессе. И вот кольцо и изделие, допустим, летнее, вот так соединяете. Вот у меня три брошки такие есть. И очень будет интересно смотреться. Помимо того, что можно чехол украсить термонаклейками, ну, это самый простой вариант, самый легкий, можно чехол связать жаккардом, можно связать тунисским крючком, можно связать из пряжи косичкой, можно самому связать аппликацию и пришить. Аппликации разные. Можно сделать сверху, прям поверху, вышивку лентами. Так, еще что можно значит, знаки зодиака можно вот сверху прям вышить крючком, как я уже показывала. вышивку в стиле рококо нитками. Можно пришить бусины, стразы, бисер. Как у вас фантазия разыграется. Можно украсить барходками. Вот есть барходки разных цветов пришить. Тесьма можно использовать вот такую тесьму. Вот у меня есть даже сиреневая. Вот сбоку ее пришить с помпончиками. Фантазируйте. Как еще можно украсить? давайте я на этой стороне покажу. Вот можно допустим взять стразы пришить и затем сутажным шнуром красиво обшить, придать форму. Но это на лицевой стороне. Есть стразы уже обработанные вот в оправе готовые. Можно из них что-то сложить. Красивую композицию и тоже будет интересно. Теперь по поводу термонаклейки. Значит, как с ней работать? Вот я видите, что сделала? Паром горячим утюгом приложила. и поскольку нитки все-таки линяют, вот отпечаталось. Но это я уберу. А лучше всего через ткань. А вот есть уже готовая подошва для утюга. Вот надо ею и припарим. Вот так не надо, ни в коем случае не делайте. Только прикладываем и припариваем. Мне задавали вопрос, как завязывать такие пояса. Накладываем. И вот между кольцами укладываем. Все, он завязан. Больше ничего делать не нужно. И на поясе он будет висеть нормально. Не развяжется. Можно смартфон или телефон в чехле повесить на пояс. Как это делается? Другой стороной, где у вас будет вот у меня будет здесь петля, за которую буду выдергивать. Укладываем так. ну естественно все расправляется. И вот в эту петлю протягиваем. И вот он будет у вас висеть на поясе. естественно нужно тогда покороче делать ремешок этот. Вот таким образом. Надеюсь это тоже понятно. Ну вот что у меня в итоге получилось. Значит вот чехол там смартфон внутри. ремешок. И вот здесь я петлю сделала. Вот так вытягиваем. И достаем. Петлю я обшила просто иголкой с ниткой в цвет. Побоялась крючком. И вот решила так. Ну вот вроде и все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.